Продолжение следует... Мы уже к этой теме приблизились и, собственно, разговор о том, вообще из чего получился русский ампир, это, конечно, такое энное количество составляющей. Конечно, первое, что русская архитектура к тому периоду, она действительно достигла невероятных высот и являлась, в общем-то, такой ведущей в Европе. Потому что то, что было сделано в Петербурге в период раннего и зрелого классицизма, составило действительно вот этот фундамент вот этого великого города, в каковом мы сейчас с вами все и живем. Вот эти все постройки, Казанский собор, Адмиралтейство, уже практически сложившиеся все ансамбли, они действительно ждали своего завершения. И это завершение произошло. И произошло, ну, в общем-то, в результате того, что в России все-таки случился этот ампир. Россия победила в войне с Наполеоном, и это, в общем-то, основной фундамент такого русского ампира, потому что чья победа, того и ампир. А в основу еще, конечно, было много заимствовано из французского ампира, который был во Франции во время побед Наполеона. Сасик, давайте, да, вот то, что у нас получится. Потому что тогда побеждал Наполеон, и, собственно, ампир, как таковой, образовался во Франции. И было сделано очень много построек. Но, кстати, эти постройки не были такими основополагающими для Парижа, градоформирующими, как оказались для Петербурга. И вообще, конечно, вот этот патриотический, интеллектуальный, духовный подъем, который случился после победы над Наполеоном, он действительно лег на очень хорошую архитектурную почву, на очень большие достижения. К сожалению, правда, видите, весь этот подъем, он как действительно начинался после войны 1912 года, в конце концов он вылился в восстание декабристов, потому что вот это вот действительно русское дворянство, наглотавшееся свободой в Европе. И, опять же, что может быть больше давать человеку ощущение свободы, чем скакать на лошади с саблей, сражаться с врагом и в худшем случае умереть. И поэтому это были люди действительно свободные, которые потом дальше так жить не захотели. Случилось это восстание декабристов, которое все-таки привело, в конце концов, вот этот период русского ампира к этому казарменному стилю, над которым кто только не издевался. И вообще, конечно, еще для русского ампира очень большое событие, было несколько событий. Во-первых, то, что в свое время, в самом конце 18 века, карета, в которой ехал Винченцо Бренна из Павловска, вдруг неожиданно перевернулась. А навстречу ехала другая карета, в которой ехала балерина, тогдашняя, да, прима-балерина со своим сыном Росси. Который мальчик, который проявлял способности к искусству, и они помогли вылезти Бренна из кареты, и, ну, как-то его вытащили, отряхнули, помогли, и, собственно, как раз с тех пор Росси стал работать под патронатом Бренны. И, возможно, если бы этого не произошло, то, наверное, бы, может быть, даже Петербург был совсем другим, потому что история не знает сослагательного наклонения, и то, что все-таки Росси оказался на самом верху, вот в тот самый нужный момент, когда... Где французский ампир-то? В самый вот этот нужный момент, и потом, конечно, нельзя недооценивать личность Винченцо Бренна, потому что Винченцо Бренна, конечно, очень идиозный художник, очень идиозный архитектор, и его много в чем есть упрекнуть, но то, что он был совершенно изумительный, великолепный декоратор, в этом ему отказать нельзя было никогда, и то, что именно Росси прошел вот эту профессиональную выучку в мастерской Винченцо Бренна, возможно, кстати, таковым его и сделало. Ну, понятно, что он потом поехал в Италию, продолжил свое образование, смотрел Францию, ну вот, собственно, мы смотрим то, с чего начинался французский ампир, это пантеон, церковь святой Женевьевы, которая была потом переделана в пантеон, архитектор Суфло, любимый архитектор, любимый архитектор Наполеона, ну, изумительное сооружение, кстати, многие даже считают, что Исаакиевский собор на него чем-то похож, ну, давайте дальше, давайте дальше, ну, я же сюда-то тоже должен смотреть, значит, пантеон, потом, давайте арку на площади звезды, триумфальную, да, ну, вне всякого сомнения ни у кого, ну, совершенно понятно, что это здание оказало влияние на петербургский ампер, и вот, конечно, вот это грандиозное сооружение Наполеоновской эпохи, арка на площади звезды, архитектор Шальгрен, кстати, к чести французов надо отметить, кстати, вот здесь очень хорошо видно, что это арка огромных размеров, она где-то в два с половиной раза выше, чем окружающаяся застройка, она где-то высотой, наверное, где-то с 16-этажный дом, то есть она совершенно невероятная, так, смотрите, вот какого размера это человек и какого размера это арка, кстати, к тому моменту, когда Наполеон уже проиграл свое последнее сражение, да, а Наполеон ведь проиграл на самом деле только одно сражение, он, в общем-то, не потерпел ни одного такого сокрушительного поражения, он проиграл только битву при Ватерлоу, все остальные сражения он или выигрывал, или он отступал, и, кстати, я думаю, вы, наверное, все знаете, что Париж-то, союзники-то вошли в Париж, в общем-то, обманом, это было вот это странное письмо, которое получил Александр I от Толерана, который был шпионом Александра I еще с 1800, наверное, 8-го года, когда заключался Тизельский мир, где он написал, что вы пытаетесь разгромить этого супостата, идите в Париж, и вы спокойно его возьмете, и они действительно просто все армии развернулись и вошли в Париж, вот, и арка была достроена где-то вот до сих пор в это время, и уже после крушения Наполеона французы продолжали достраивать эту арку в течение 30 лет к их чести, да, в России на самом деле никогда такого не происходило, не могло бы произойти, и вообще надо отметить, что французы до сих пор гордятся, при том, что колоссальная сторона понесла потери, и сооружение, конечно, фантастическое, грандиозных совершенно размеров, но изумительно совершенно нарисовано, и понятно, наверное, более, наверное, крутой, крутой, да, триумфальной арки, потому что вы, наверное, все видели триумфальные арки, которые были до этого в Риме, да, да, потом есть еще вот это вот, найдите триумфальную арку на площади Карусель, но вот это вот, собственно, ампир таков, каков он был во Франции, да, вот эта вот арка на площади Карусель, и, кстати, вот этот прием некоторым косвенным образом был заимствован Росси, когда он заканчивал дворцовую площадь, что ведь эта арка, как раз, если мы посмотрим планировку Парижа, она стоит точно напротив Лувра, Королевского дворца, да, и точно так же, по сути, Росси поставил арку главного штаба точно напротив входа в Зимний дворец, только, видите, в отличие от Парижа, вот как раз главный вход в Лувр, да, и вот она стоит как раз напротив Лувра, но только Росси еще сделал вот эти замечательные два крыла, ну, это вот, кстати, одна из немногих построек Персье и Фонтана, это были главные теоретики французского ампира, и, кстати, что самое забавное, их учеником был Монферран, и Монферран как раз относится вот к этому потерянному французскому поколению, которое в результате поражения Наполеона, в общем-то, потеряло себя, но, как ни странно, Монферран, приехав в Россию, он себя нашел, а упадок, конечно, духовный во Франции был невероятный, даже ведь, если вспомнить, вот если вы читали, приводится в одной из книг Натана Эндельмана «Диалог будущего декабриста Лунина с каким-то молодым французом», где они сидят на бульваре, пьют кофе, и француз говорит, что это правительство, это когда уже союзники вошли в Париж, лишило меня последней надежды, а декабриста Лунина спрашивает, а что у вас, когда у власти был Наполеон, что была какая-то надежда, а француз очень так мило отвечает, что я, по крайней мере, мог надеяться погибнуть в каком-нибудь из сражений, и вот это было то самое настроение, в котором находился Монферран, кстати, Монферран воевал, он был два раза призван, первый раз он был призван в 1806 году, в то время, когда он был студентом Королевской академии искусства Франции, и, кстати, был кавалергардом, участвовал в нескольких сражениях, кстати, даже был награжден, был ранен, кстати, ранен был в голову и в ногу, то есть вот я, например, случайно решил все-таки подготовиться к этой лекции сегодня, хотя я думаю, что я буду читать в пятницу, вот, и я прочитал, что, оказывается, кстати, Монферран был кавалергардом, воевал в армии Наполеона, а второй раз, потом как раз уже, когда все эти войны улеглись, он воевал на территории Италии, и, кстати, даже вроде в сражении под Орном он как-то себя проявил, а второй раз он уже был призван во время вот этого последнего призыва, когда уж Наполеон просто уже из последних сил собирал армию, чтобы снова дать сражение союзникам в 1813 году, когда он бросил свою одну армию на Березине, и приехал во Францию, собрал другую, а вообще Наполеон, кстати, удивительный полководец, он за всю свою военную карьеру два раза бросал армию, первый раз он бросил армию свою в Египте, просто уехал и все, и бросил, а второй раз бросил на Березине, и, кстати, что самое удивительное, нация продолжала ему после этого верить, это совершенно, конечно, потрясающий магнетизм вообще вот этих великих людей, ну вот она, эта архитектура, кстати, ну если мы вытащим сейчас арку, например, какую-нибудь древнеримскую Константина, ну, собственно, вот эта вот арка на площади Карусель, она практически повторяет вот эти формы античной архитектуры, вот, да, вот одна вот эта римская форма, да, вот эта арка Константина, вот, собственно, а, собственно, откуда пришел ампир, потому что все-таки вся классика, она была все-таки более лаконична всегда, как в Италии, так и во Франции, и Ренессанс был более лаконичен, но вот такая степень насыщенности декором, как была в древнеримской архитектуре, она вот как раз проявилась именно тогда, когда вот случился ампир, потому что до этого все-таки такого фантастического декоративного наворота все-таки в архитектуре не было никогда, но, кстати, в русской архитектуре, надо отдать должное русской архитектуре, русскому ампиру, он, кстати, оказался намного более лаконичен, чем французский, и, кстати, вот сравнивая вот эти все постройки, вы, наверное, это заметили, что русский ампир намного более сдержан и намного более какой-то такой, он все-таки какой-то северный такой, да, колонна до лувра найдите, вот, ну и, в общем, Монферран, будучи относящись вот к этому разочарованному поколению молодых французов, в 1816 году приехал в Петербург, кстати, в 1816 году молодой Карло Росси тоже приехал в Петербург, вернувшись из Москвы, потому что его карьера, понятно, Бренн потерял свою творческую власть вместе с уходом Павла I, при этом он еще умудрился сделать несколько таких не очень приятных вещей в конце своей карьеры, в 1802 году он достроил Исаакиевский собор, после Ринальди, и, конечно, сделал это совершенно отвратительно, но мы смотрели это на прошлой лекции, потому что он умудрился вместо четырехкупольного сооружения сделать однокупольное и в полтора раза или в два укоротить колокольню. А это вот колонна до, это вот как раз, по-моему, это западная или восточная, но это, в общем, колонна до лувра. Это вот одна из таких, самых таких грандиозных наполеоновских построек, любимый архитектор Наполеона Суфло. И, собственно, видите, вот на самом деле ампир такой, он очень сильно отличается от русского ампира. Но, в общем-то, все эти люди приехали, вернулся Росси в 1816 году из Москвы, где он был в Кремлевской комиссии. И, кстати, самое любопытное, что он даже ведь, правда, точно определить нельзя, Никольская башня Московского Кремля. Найдите ее, кстати. Знаете, вот очень забавная, практически никто не знает, что Никольскую башню, навершие Никольской башни Московского Кремля построил молодой Росси. Возможно, она сейчас другая, потому что после пожара вот эта башня, 1812 года ее перестраивал Баве. Но вот во время вот этой кремлевской, участия в этой кремлевской комиссии, Росси вот сделал вот это сооружение. Возможно, оно выглядело по-другому. Но заметьте, между прочим, они уже тогда начинали искать вот этот русский стиль, который мы можем увидеть в некоторых московских постройках Баженова, Казакова. И еще была построена одна церковь в московском Кремле, которая тоже была потом снесена. Потом он немножко поработал в Твери, построил там, реконструировал какой-то дворец. И все, в 1816 году вернулся в Петербург и стал главным архитектором, не главным, просто архитектором комиссии от строений. И, ну вот, как-то она так странно тогда называлась. Кстати, вместе с ним тогда оказался одним из членов этой комиссии Стасов. И, по сути, вся архитектура Петербурга, все градостроительство оказалось в руках этих двух людей, Росси и Стасова. К сожалению, Стасов потом все-таки отошел на задний план, а может быть, к счастью, потому что мы не знаем. Стасов построил несколько изумительных сооружений в Петербурге, но все-таки он был скорее уже архитектором такого второго эшелона, а может быть, как раз и первого, потому что Стасову пришлось очень сильно отвлечься после пожара 837 года, когда сгорел практически весь Зимний дворец. Как раз главным архитектором восстановления этого дворца был Стасов. И, может быть, именно из-за этого он не так ярко реализовался, как архитектор в Петербурге. Но, тем не менее, его городостроительный вклад вместе в работе с Россией. Кстати, надо заметить, что они оба, когда возникли у Монферрана проблемы с Исаакиевским собором, а проблема стройка останавливалась два раза, и один раз даже была проблема. Кстати, как ни странно, оба его поддержали. Вот забавно, но это факт, при том, что главным его врагом был Михайлов II, который пытался у него ввести этот заказ, а Россия, кстати, вообще выдержал какой-то нейтралитет. Астасов, который единственный оппонент, возможный оппонент Монферрана по Исаакиевскому собору, он на удивление проявил себя очень лояльно, хотя, по сути, он должен был, скорее всего, этот собор строить. Вот это одна из ранних построек к Рощу. Москвичи об этом вообще не знают, они так удивляются. Ну, кстати, заметьте, и, кстати, заметьте, вот если верните вот этот предыдущий кадр, потому что мы сейчас должны будем, в конце концов, прийти в результате сегодняшнего своего исследования вот к этому русскому православному стилю. Понимаете? Я не знаю, я, конечно, может быть, считайте меня русофобом, да, но вот это вот, такое прочтение русской архитектуры, мне нравится намного больше, чем вот это, потому что вот то, как изуродовали в результате включения вот этой русской архитектуры Красную площадь, потому что, когда вся ее противоположная сторона была застроена русским ампиром после пожара в 1812 году, там же были торговые ряды Баве, это вообще была изумительная совершенно архитектура, там было очень красивое здание. Потом вот заткнули вот эту площадь с этой стороны историческим музеем, причем, посмотрите, по сравнению с этой архитектурой здесь все-таки чувствуется рука Великого, да, а это, ну, как вам сказать, я не знаю, это, в общем-то, опять, как бы, стиль вернулся, если мы говорим о движении от провинциальности к высокому стилю, вернулся опять к провинциальному, хотя вот это все-таки высокий стиль, хотя, видите, они попытались нарисовать русскую архитектуру, пытались рисовать через готику, вот любопытный такой ход, как-то вот они ее так интерпретировали, эту готику, потому что это готика и тоже нельзя назвать, готика такая никогда не была, готика совершенно другая, вот чтобы готика выделялась белым, да, это появилось в России, это стал делать тот Росси, Баженов, Казаков, кстати, Фельдтон тоже несколько церквей построил в русском стиле, вот, ну, давайте двигаться дальше, и, в общем, Росси в 1816 году он приступил к своей, в общем-то, такой карьере, которая невероятным каким-то чудом вообще сложилась, причем невероятным чудом именно для этого города, потому что неизвестно, если бы работали бы другие, что было бы на самом деле, и первой его такой, конечно, такой большой работой был Аничков дворец, как раз которым он продемонстрировал свои высочайшие профессиональные достоинства, ну, эти вот Аничков дворец, да, там, ну, что там будет у нас, кстати, там ему пришлось работать вместе рядом с одним из предшественников своих, потому что уже на набережной Фонтанке был построен кабинет его императорского величества, построенный Кваренге, о нем мы говорили в прошлый раз, А Росси занялся вот реконструкцией вот этого сооружения, которое, ну, я думаю, тут, наверное, план можно даже не вытаскивать, хотя если вы найдете план, будет хорошо. Кстати, я вот сегодня как раз готовюсь к лекции, я пролистал, этих вариантов планировки вот этого места у Росси было около шести. Самое интересное, что он вообще, если разобраться, он вообще затевал какие-то совершенно невероятные градостроительные вещи. Он, например, хотел улицу, которая идет вот от театра перпендикулярно параллельно Невскому проспекту, она у него доходила до фонтанки. Вот, кстати, возможно, этой площади чего-то не хватает. Ну, генеральный план можно какой-нибудь вытащить? Ну, во всяком случае, ну, это Аничков дворец просто. Ну, мы знаем, что там с двух сторон его фланируют павильоны, он очень хорошо сделал ограду со стороны Невского проспекта, как раз можете даже вот сегодня там пройти. Изумительно связал это здание по архитектуре со зданием Кваренги. Вот, вот это, кстати, видите, вот оно, здание Кваренги, мы его видим. Вот оно, вот там, смотрите, как раз вот эта точка, вот эта точка, вот раньше он выглядел вот так, вот, Аничков дворец. Ну, Русси его переставил, вот эти павильоны, он очень хорошо фланкировал всю эту территорию и, собственно, на тот момент как раз работа над этим ансамблем закончилась и началась вот такая грандиозная работа, которая, пожалуй, вообще его, наверное, обессмертила, даже если бы он бы сделал бы только ее одну, это Дворцовая площадь. Потому что с Дворцовой площадью вообще дела обстояли очень плохо. Вот если мы посмотрим графические изображения Дворцовой площади где-то начало XIX века, там картина была весьма такая нелицеприятная. Во-первых, Большая морская улица входила в Дворцовую площадь по диагонали и она по касательной входила и доходила вот до мойки. Ну, давайте картинку саму Дворцовой там какую угодно будет, да? Вот, и Русси вот опять же каким-то чудом он получил вот это высшее соизволение и стал заниматься этим ансамблем. Вот, и собственно вот эти дома все были выкуплены. Вот, вот улица Большая морская она вот так ушла по диагонали и вот это был это был фасад улицы. Русси совершенно вообще с фантастической дерзостью взял, повернул эту улицу, точно вывел ее на ось Зимнего дворца и взял эту улицу в общем-то в Триумфальную арку в общем-то по сути повторив концептуальный прием площади Карусель, где напротив дворца Лувр стоит Триумфальная арка Персьея Фонтана. Вот, сделано это конечно с невероятным вообще искусством и вообще вот это здание конечно ну трудно это конечно сравнивать с французским ампиром, потому что кстати вот на мой взгляд оно даже нарисовано получше и вообще вот эта особенность Росси вот что делает ему невероятную честь да это способность ленить фасад на акцентированные такие вот участки да вот в частности вот эта сама арка с колонатой а дальше посмотрите видите вот эта вот часть это в общем-то просто спокойный ровный фасад который как раз наоборот именно выводит эту площадь и за счет вот именно лаконичности вот этого фасада где смотрите всего два акцента раз балкон и два балкона а так все остальное решено очень спокойно да и это все подводит нас вот к этой кульминации да кстати именно тогда вот именно занимаясь планировкой дворцовой площади здесь вот на месте Александринской колонны был заложен Росси именно какой-то монумент который взял бы ну на себя как бы вот эту доминирующую роль кстати вы помните наверное просто когда мы говорили про Растрелли у Растрелли ведь тоже было очень любопытное понимание дворцовой площади он делал там две круглые колоннады и посередине ставил памятник Петру Первому ну такой был такой интересный у него был такой момент но понятно реализованности не было тем более вообще кстати то как работал Растрелли это вообще что-то фантастическое он же построил зимний дворец а вот планы давайте вернитесь смотрите вот здесь это видно вот смотрите вот вот эта улица слушайте а где указка все-таки какая-нибудь вот она шла просто по диагонали вот но Росси поступил абсолютно дерзко великолепно и наверное и наверное просто кто кроме него наверное никто не мог бы так сделать ну это наверное расстреливский видите вот эта круглая колонна пошла ну может быть и хорошо что не было это сделано потому что если бы это было сделано при расстреле это то же самое как величайшее счастье что Ринальди не сумел достроить Исаакиевский собор потому что тогда бы его никто не стал бы ломать и не появился бы он и не появился бы Монферран а так мы имеем в результате один из выдающихся мировых градостроительных ансамблей изумительно нарисованную архитектуру колонна которая появилась потом по поводу этой колонны слушайте что только про нее сейчас не пишут вы же знаете но мы кстати о ней будем говорить еще но надо отдать должное Монферрану он сделал конечно эту колонну безукоризненно не говоря о том что она вообще где-то по моему раза в полтора выше чем аналогичные колонны которые знает мировая архитектура вандомская колонна где-то вот она вот вот она до сих пор спасибо спасибо и конечно вот эта вот идея делать все из единого камня которое посетило Монферрана это конечно правда сейчас говорят что это отлито я не знаю вот ну давайте дальше так что у нас еще там дальше у нас по вот давайте план вот смотрите видите вот этот поворот да вот вот эта улица вот она шла вот так и вот она должна была идти вот так вот по касательной а Россия вот так вот и повернул причем с невероятным изяществом он это сделал одна в результате улица взята в арку и поворот сделал внутри это конечно легенда но не знаю насколько она правдива что когда снимали вот эти леса с этой арки да рабочие отказывались это делать и Россия пришлось туда встать он сказал что снимайте вот они отказывались они не верили что такую огромную арку можно сделать но они не знали просто законов они не знали они не знали сопромата вот и кстати вот этот прием взять улицу в арку да вот я не знаю я пытался как-то так этот вопрос исследовать да вы знаете по-моему нет это было наверное возможно это было где-то в древнем риме возможно это было но самое интересное что вот эти все арки которые потом появились где улицы берутся в арки да а примеров тому ну возможно площадь Италии во Флоренции где взята большую арку улица да опять же галерея в Милане Виктора Эммануила где тоже берется улицу в арку они все уже делались после вот этой вот Растрелевской арки кстати архитектура была немного другая в начале не было вот этой конной группы вот вообще немножко по-другому это все было нарисовано а вообще конечно здание вот это главный штаб вот это вот Министерство иностранных дел и туда оно заворачивает туда на фонтанку на мойку с другой стороны да там как раз здание вот это вот такое оно по-моему Министерство финансов причем оно очень лаконичное по своей архитектуре там где был институт Лензнееп не ну просто видите по всем этим фотографиям видно что это ну совершенно просто сверхъестественно хорошо сделано сверхъестественно хорошо сделано и конечно вот по значимости дальше в общем-то смотрите видите даже здесь видно какой лаконичный вот этот кусок да и как он красиво подчеркивает вот это вот кстати французский ампир на такое все-таки как-то не решался и еще конечно ну давайте Михайловская улица и Михайловский замок потому что его вклад в городостроительство пожалуй вот то что он сделал там это не делал вообще никто никогда и казалось бы просто ведь надо было построить Михайловский дворец кстати Михайловский дворец самое интересное что вначале должен был быть построен на месте Мариинского дворца на Исаакиевской площади там но там это не получилось а улицы этой вообще не было это была замка на этой площади кстати можно каким-то образом планировку этого района вытащить потому что в результате строительства этого дворца фактически Росси полностью сформировал весь вот этот кусок города потому что Садовая улица доходила только до Итальянской Росси пробил ее дальше к Марсову полю да и самое главное что он еще сделал совершенно с невероятной ловкостью но по-другому ему нельзя было сделать он ее повернул немного и поэтому сейчас перспектива инженерная перспектива Садовая улица завыкается церковью Михайловского замка да вот и то что сделал Росси он получилось так что он сформировал практически весь этот район он параллельную инженерную улицу довел до фонтанки она тоже доведена не была и то что ему удалось сделать вот с этой площадью не удавалось на самом деле никогда и никому потому что он он взял и пробил улицу довел ее до Невского проспекта вот очень хорошо решил этот парковый фасад повернулся на мойку вот и конечно вот эта площадь которая вообще которая невероятным чудом оказалась вдруг в его архитектуре при том что он сам там практически ничего не строил это было какое-то знаете такое странное такое просто строительное решение это но это сейчас они вроде бы не выполняются кстати вот архитектура смотрите вот она ну наверное просто лучше представить что-то себе невозможно хотя кстати знаете среди архитекторов некоторые не любят Росси вот знаете потому что он как бы слишком такой вот знаете вот что-то в нем такое есть он слишком идеален он слишком идеален но это кстати здание Росси строил сам кстати не все свои здания Росси строил сам например здание сената и синода он только спроектировал строил другой человек и вся эта площадь в результате сейчас ее называют площадь искусств она была заложена вот именно росси запроектирована вот в этих вот в зданиях вот такой вот архитектуры правда по проекту это была совершенно другая архитектура знаете она скорее напоминала вот эти стороны площади они вот эти крылья да они скорее были решены как вот эти вот фасады улица зодчего россии то есть то что он спроектировал было совершенно не то что на самом деле сделали просто в результате стали строить обычные такие какие-то простенькие дома карнизик там два прихлопа три притопа да а там действительно были такие знаете прямо колоннады которые с одной стороны шла колоннада с другой стороны шла колоннада перпендикулярно михайловскому дворцу внизу были аркады то есть это все было сделано вообще на невероятном уровне и этот проект самое смешное что был утвержден но стали строить по-другому например малый оперный театр просто вот и строил ведь архитектор то кстати очень именитый александр брюлов брат карла брюлова все равно почему-то взял и не стал акцентировать этот театр никто его не заставлял а просто сделал фасад театра сделал просто как обычный такой петербургский дом да ну прямо такая вот эта панорама садовникова то же самое делали все остальные кстати дворянское это собрание тоже строил не россии и улицу которую пробили кстати тоже строил не россии это все люди просто они работали под россии с другу правда другую сторону там где оказалось оказался отель европа да она кстати выше на один этаж каким-то непонятным образом оказалось ее строил уже другой а вот эти два фланкирующих здания где россии пробивал эту улицу они в общем-то нарисованы они нарисованы как будто бы как как будто бы как росте и кстати надо еще отдать должное что еще некоторые лепта в этом была внесена в советское время как раз во время вот этого сталинского ампира например вот эта школа где сейчас гимназия да вот с одной стороны крыло а в это место было самым драматичным там хотели поставить гостиницу хотели сделать биржу был конкурс я кстати видел все эти конкурсные проекты там причем участвовали звезды этого времени там васильев дмитриев там лидваль чем вот этот боковой вот этот вот боковая вот это боковое крыло площади да вот это вот мы видим это кажется дворянское собрание да да это кстати тоже строил не россии оказывается вот я всегда думал а вот я сегодня готовился прочитал другой человек строил и вообще все вот эти дома просто делали по сути подросли но они как-то вот ну ну конечно сама вот застройка вот этой площади это как раз пример того что лапидарность и примитив иногда оказываются лучшей изысканности потому что вот у росте где-то примерно вот эти все все было застроено вот именно в такой архитектуре да а в результате вся площадь же смотрите она застроена вот какими-то такими странными такими рядовыми зданиями и собственно ничего от этого площадь не потеряла гимназия кстати которая вот это вот она же вроде бы кажется была разрушена во время войны до которые вот это крыло вот вот то крыло да она была вот вроде бы после войны кажется ну правда сушки я читал сегодня не поверите книгу сорок седьмого года там вообще написано что бренна это аферист и вообще что росси сам работать не мог ему помогала просто русская архитектурная школа а сам он был никто и звать никак но правда при этом все-таки отмечают его некоторые таланты и достоинства но я так понял что вот после войны как раз какая-то была сделана вот реконструкция вот этого района кстати может быть интересно кому интересно попробуйте это узнать я вот сожалению могу себе позволить у меня я все-таки такой не краевед да но многое было сделано после войны вот это вот здание которое вот гимназия построена после войны вроде из разрушена восстановлена ну да да вот это с левой правая сторона тоже абсолютно лапидарная не бог вещь что а главный акцент и потом конечно же тут остается только снять шляпу и сказать спасибо михал константиновича никушину но это первое за что ему придется сказать спасибо это за памятник пушкину который там оказался вообще невероятным чудом потому что все остальное то что сделал тоже было хорошо но главное что он сумел сделать он в 90-е годы сумел защитить петербург от зороба церетели это единственное кстати самое интересное что я вот как раз в то время был ассистентом консультантом проректора по науке вот академии художеств вирбитского как раз вот этого страшного человека который построил тюз октябрьский аэропорт вот страшный совершенно человек вот а михаил константинович он очень не любил оставлять пальто в гардеробе он боялся что его украдут действительно правда старик он раздевался всегда как бы вот в кабинете проректора по науке чем просто заходил вешал пальто иногда здоровался кстати нет он был очень милый человек но самое смешное что он действительно каким то образом в начале 90-х годов защитил город от зороба церетели потому что зороба церетели единственно чек от перед которым рабел зороб церетели он это оказался это все-таки было не кушен вот странность такая потому что затраты ретели не перебел никогда не перед кем вообще это человек для которого вообще не существует ничего кроме я даже не знаю грузинской кухни и цветных металлов, из которых он все это делал, 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 делал. Кстати, видите, Зурабу Цитритей даже удалось всех убедить, что скульптура на храме Христа Спасителя была не из белого камня, как она всегда была на проекте у Константина Тона, а была бронзовая. Но там, конечно, это грандиозно был подряд, то, что они сделали в результате храма Христа Спасителя, потому что там одни ворота, отлитые из бронзы, стоили 2,5 миллиона долларов. Но Аникушин как-то, действительно, он страшно любил Зураба Цитритей, он всегда страшно ругался на него. А Зураба Цитритей, кстати, когда вот Аникушин умер, у Зураба Цитритей непонятно, где деньги его и где деньги Академии Художеств, кстати. Кстати, это все записывали. Ладно. Это непонятно. Это непонятно. Он оплатил полностью похороны Аникушина. Он просто, это было такое какое-то колоссальное совершенно мероприятие. Но вообще обаяние Зураба Цитритей, оно совершенно фантастично. Потому что то, что ему не удалось взять этот город, это вообще какое-то одно из невероятных чудес. Понимаете? Это то же самое, как фашистам не удалось взять Петербург, то есть так же Зураба Цитритей. Ему удалось только вот в круглом дворе Академии Художеств поставить скульптуру Шевалова. Ой, ну это ладно, это как бы не жалко. Он же этого Петра Первого хотел поставить в начале Конногвардейского бульвара. А вы не видели? Это по телевизору все это было. А Никушин как-то вот, как-то вот Никушин вот, как-то вот. Ну, Зураб Цитритей фантастический человек, работает на него где-то человек, живущий вот окнами на его мастерскую, бывшее консульство ГДР, да? Не консульство, бывшее, бывшее посольство ГДР, он видит, там ходят человек 60, носят какие-то части бронзовых скульптур, там, ну, работает огромное количество. То, что вот рука большая на Шувалове, это, скорее всего, просто откуда-то была рука, ее просто действительно прилепили. Это шутка, все издеваются, смеются, но я, например, этому верю, понимаете? Потому что такое могло произойти. Очаровательный человек, просто фантастический. Когда было открытие выставки «200 лет Академии художеств», Зураб Церетели, когда эта выставка закрыла, около часа стоял в дверях, как швейцар, всем дверь открывал, всех на выходе обнимал и говорил, заходите еще. Ну, это правда, вот я лично рядом стоял, вот я разговаривал там, вот Зураб Церетели стоял в дверях, просто как швейцар. Это, конечно, фантастическое, от него идет какое-то совершенно невероятное обаяние, и при этом, при всем, все-таки ему не удалось как бы ничего сделать с этим городом. Фантастическая совершенно вещь. А это тоже Жураб Церетели? Это он. Нет, это я к нему произведение. Хороший. Смотрите, хорошо. А кто это, если не секрет? С автоматом. Он совет писал, да. Ну, какой? А почему в брюках, не в сапогах? Ну, это такое может быть. У него просто были, у них просто были ноги в брюках, и поэтому у них не было ног в сапогах. Это, кстати, спокойно могло быть такое на самом деле. Ладно, давайте возвращаемся. Росси, да. Росси. Ну, следующее, что сделал Росси, это, конечно, вот ансамбль Александринского театра, ансамбль Александринского театра, да, которое началось, конечно, с продолжения строительства публичной библиотеки, да. Ну, помните, мы в прошлый раз говорили про публичную библиотеку. Ну, кстати, вот на тот момент, когда это здание было построено, это был самый лучший театр в Европе. У него есть, правда, маленький прообраз, это театр Леду в Бордо, кстати, возможно, в чем-то уже какие-то вот, как-то что-то, да. Кстати, аналогичный театр, построенный в то же время в Москве, большой театр в Москве, театр Баведа. Ну, вот театр в Бордо, ну, нет, конечно, это не скажешь, но это вот Леду, это вот Леду, это такой великий французский архитектор, такой предвестник вот этого французского вампира. Ну, вот это на тот момент был пожар, и вот до появления Александринского театра, это был театр номер один по архитектуре, по всему. Ну, вот Александринский театр, опять же, появились новые конструкции, изумительная архитектура, потом там даже, ведь что особенно при этом, даже нет никаких козырьков. Росте, кстати, нигде, обратите внимание, на зданиях Росте, нигде нет железных козырьков, то есть там просто зонт сложить негде. То есть это меня, кстати, всегда удивляло, то есть меня вот, когда упрекали, почему я не делаю эти козырьки железные, а я вот, видите, вот Александринский театр, знаете, просто ворота, и все, ничего нет вообще ровного, ну, давайте, публичную библиотеку найдите, вот со стороны Невского угол, если можно. Вот, одна сторона этой площади была уже сформирована, Росси, да, одна сторона этой площади, там был вот этот сад, да, и два павильона Невского дворца, ну, другую часть этой площади он сделал тем, что он достроил, как бы, здание публичной библиотеки, причем очень ловко, ну, вы же помните, да, верните вот эту фотографию, вот с этой стороны стоит вот такой же точно резолит, да, причем с невероятной ловкостью он использовал вот этот старый торцевой фасад Соколова, кстати, я не знаю, точной информации нет, но вроде бы Росси тоже тогда работал вот с Соколовым каким-то образом, каким-то подмастерием в те времена, точной информации нет, отвечать не могу, читал в какой-то из книг, но вот он просто боком пристроил, а верните предыдущую, да, пристроился вот этой изумительной колоннадой, да, вот, вот смотрите, вот с этой стороны торец и с этой стороны торец, и он абсолютно ловко в здании такого обычного высокого классицизма вставил вот этот вот сердечник из такого, причем насыщенного, совершенно такого сочного такого ампира, причем именно такого ампира, который действительно такого ампира действительно нигде не было, пожалуй, да, по крайней мере, он дает фору французскому ампиру, да, но кстати, там, если посмотреть планы, если кому-то это интересно, залезьте туда, Там варианты планировки вот этой площади, они весьма любопытны. Во-первых, улица доходит до фонтанки, та, которая идет по касательной к главному фасаду театра, которая является продолжением переулка Крылова. Вот она идет, там этого угла нет. Опять же, он пытался... Давайте сейчас попробуем это найти. Он пытался построить, решить, ведь эти же боковые, с двух сторон бокового фасада Александринского театра, там же застройка как раз другая. Там умудрились каким-то образом тиснуть дом в русском православном стиле. А с другой стороны, сейчас недавно осчастливил господин Герасимов этой гостиницей. Ну, как бы ладно. 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 А то, что сделал Россия, на самом деле, он действительно... Ну, вот оставьте. Вот у него были в начале первоначальных проектах, у него вот эта улица, вот она шла, вот так доходила до фонтанки. Площадь он решил, конечно, безукоризненно. Вот один из павильонов, да, мы можем видеть. Кстати, самое интересное, что он публичную библиотеку на одном из вариантов не собирался застраивать сплошняком. Он делал из нее, как бы, он поворачивал, ставил вот такую же симметричную букву Г, да, с другой стороны, и делал такую маленькую площадь парк, которая смотрела точно... Вот смотрите, а можно план публичной библиотеки, а? План. Вот, смотрите, вот сейчас это вот так, а он, смотрите, что... Ну, верните, Станислав, вот смотрите, вот это смотрит на ось Аничкова дворца, да. Вот, смотрите, вот здесь он ставил вот такой объем, да, сюда добавлял вот такой же объем посадовый, и вот так вот заворачивал, да, и вот это был вот какой-то такой странный какой-то такой то ли парк, то есть он выходил на площадь только двумя вот этими фланкирующими фасадами, а здесь получался еще один карман у этой площади. То есть если Аничков дворец делал, тоже уходил карманом в глубину с этой площади, вот от этих павильонов, то то же самое он делал вот здесь, с этой стороны получалась вот такая вот какая-то страна. Ну, залезьте, посмотрите, там, я не знаю, в книге 47-го года это есть, вот, меня это удивило. Вот, ну и, конечно, то, что он сделал дальше, то, что он пробил улицу Зодчего Росси, туда уже дальше он пошел, к Фонтанке, да, дошел до Чернышовой площади, решил, конечно, ее, изумительно совершенно он ее решил, но, кстати, там возникли проблемы, там же вот эта вот улица должна была быть открытой, там должна была быть открытая колонна, да, но купцы из гостиного двора, представляете, пошли к царю и пожаловались, и сказали, что там, если это будет эта открытая колоннада, то просто у нас рухнет вся торговля, и пришлось быстро, срочно менять функцию этой, а давайте улицу Зодчего Росси, найдите или план там, или что. И, в общем-то, было это здание функционально переориентировано, не оказалось там никаких торговых построек, чтобы это не составило конкуренцию, хотя, казалось бы, вот странно все-таки, вот, меня всегда удивляло, такая вообще Россия, большая страна, и почему всегда такая маленькая экономика, вот. У меня такое чувство иногда, ведь Наполеона победили на английские деньги, где вообще вот эта российская экономика, кстати, опять же, тоже вопрос, где она сейчас, тоже я не понимаю, ведь грандиозный ресурс, огромная страна, вот это должна была быть торговля, и что, собственно, можно себе представить, чтобы где-нибудь в Италии там оказалось что-нибудь подобное, вот купцы возмутились и сказали, чтобы никаких тут вот торговых рядов не было, и все. Ну, в результате получилось, как говорится, что получилось, случилась вот эта круглая площадь, Чернышо, а можно туда, как бы, немножко найти с той стороны, изумительный, конечно, задний фасад, да, но мы будем говорить на следующей лекции, был такой в Петербурге архитектор Фромзель, который строил в сталинские времена, который всегда говорил, почему задний фасад всегда получается лучше, чем главный, потому что архитектор над ним меньше работает. Вот Роси, кстати, самое интересное, что Роси это касалось тоже, потому что задний фасад Александринского театра, вот если вы как следует вокруг, вот оставьте вот это, да, вокруг походите, то вы увидите, что он намного более очаровательный, чем главный. Главный он все-таки действительно такой суховатый, он такой, какой-то слишком такой схоластичный, а этот прямо такой вот вообще душевно так сделан, вот меньше работал. Здесь Роси хотел поставить церковь, круглая ротонда, я не знаю, видели вы эти материалы или не видели? Круглая ротонда с куполом, естественно, которая не состоялась, не судьба Белоруссии построить церквей. В Петербурге он их не построил. Возможно, он именно когда был скандал с Монферраном, видимо, тогда он поддержал Монферрана, потому что у него не было амбиции по поводу церквей. Сейчас, видите, там стоит памятник Ломоносову, очень хорошо он взял вот эту улицу, идущую до Садовой в две арки. Очень хорошо он это сделал, совершенно безукоризненно. Вот этот кусочек. Здесь находится сейчас Глав Апу, здесь решаются судьбы. К сожалению, не удалось ему достроить вот этот угол. А так вообще, смотрите, между прочим, очень такая хорошая, спокойная петербургская архитектура. Я бы даже не сказал бы, что это ампир. Кстати, вот, смотрите, оставьте вот эту картинку, верните. Вот это большой театр, это, кстати, тот театр, который на тот момент был в Петербурге. Его строил там Ада Тумон, достраивал после Ринальди. Ринальди упал с лесов и был... А вот, верните, верните, верните. Вот она, вот эта площадь, вот развертка. Вот эта русиевская развертка. Опустите немножко ниже. Купол, чтобы появился. Вот круглый ротон, вот это вот, вот это вот так Росси видел Чернышеву площадь. Ну, уж всякое ей бы, наверное, это не повредило. Уж всякое, не знаю. Наконец бы, одной бы... И, кстати, может быть, если бы всё-таки появилась бы какая-нибудь в Петербурге церковь ротонда, да, может быть, не случилась бы той катастрофы, какая случилась с храмом на крови, да. Потому что всё-таки опыт строительства церквей, вот каких-то таких... Потому что, действительно, вот круглая ротонда, по сути, мавзолеи, да, вот как раз. Странно. Другое дело, что некого было тогда хоронить, ну, не знаю, её не стали строить. Очень жаль, кстати. Смотрите, кстати, Россия очень недурственна. Очень недурственна. Кстати, немножко по куполу напоминает купол дома инвалидов в Париже. Похоже. Похоже немножко по архитектуре. И, кстати, вот как раз по архитектуре, смотрите, вот этот портал просто церковь Мадлен, да. Вот, пожалуй, здесь вот как раз Россия перестал быть вот тем Россией, который был петербургский, а церковь эту нарисовал абсолютно по-парижски. Ну и, в общем-то, он сотворил тем самым один из самых, наверное, грандиозных за всю историю городостроительства ансамблей, сделанных одной рукой. То есть он дошёл от Невского проспекта до Фонтанки, причём сделал всё это совершенно виртуозно. И самое интересное, что как там дальше потом не пытались гадить, у них всё равно это не получилось. То есть вот у Россия, конечно, у него судьба в этом плане очень счастливая. Он как художник, конечно, он художник. Кстати, к сожалению, закончили они все, все архитекторы, работавшие в Петербурге. Кстати, кроме Монферрана, который был опытный в Тередворе, заканчивали плохо. То есть Россия поругался со всеми. Ну, как написано в книге 47-го года, его задушил николаевский режим. Хотя что-то там было. Там, понимаете, по Александринскому театру там был какой-то скандал, какие-то инженеры сцены что-то сделали не так, какой-то декоратор что-то, и на них было против них начато какое-то дело, как всегда несправедливо, они попали под горячую руку, никто ничего не разбирался. Россия тогда написал письмо, в котором как-то очень жестко написал, что, мол, слушайте, вы так вообще себя ведете, как будто мы здесь блины печем. Там вот есть такая фраза, что вообще то, что все эти люди делают, это все-таки немножко посложнее, чем печь блины. Ну, и, слушайте, вы представьте себе, я не знаю, правда, это книга 47-го года, возможно, это неправда. Письмо передали, оно дошло до царя, царем тогда был Николай I, да. И получил он такой отповедь, что же вы себе такое позволяете, как бы, господин Росси, мы так вас ценим, так вас любим. Не знаю, правда, неправда, не знаю. Хотя, с другой стороны, какая разница легенды, перевернулась карета с Бренна, да, и помог молодой Росси ему вылезти, благодаря чему вот это все оказалось, да, и как он закончил. Но вообще, он действительно, да, он подал во вставку в 1932 году, проработал всего 16 лет. За 16 лет успел он невероятно много. В отставку он тогда подал. Но, правда, успел он еще очень много. Следующее, кстати, что сделал Росси, да, это, конечно, это набережные. И самое удивительное, что это, наверное, один из самых нереализованных, самых совершенно фантастических его замыслов. Потому что Росси, причем проект этого не сохранил, и сохранилась только пояснительная записка к этому проекту. Он собирался сделать реконструкцию Адмиралтейской набережной от Зимнего дворца до Сената и Синода. Здание Сената и Синода, конечно, изумительно тоже. Опять же, этот прием он повторил, взял улицу в арку галерную, да. Но, кстати, строил не Росси, строил другой архитектор, я не помню сейчас его фамилию. Ну, не знаю, может быть, это чувствуется. Но, Васья Ильич, когда будете гулять, посмотрите на детали. Это по проекту Росси строил другой архитектор. Вот. Ну, может быть, даже, кстати, если так, вот, кстати, критика того времени, 47-го года архитектурная, называет это здание самым неудачным зданием Росси, и объясняет это именно тем, что вот как-то вот арка, вот это вот где-то как-то перегружена. Кстати, может быть, есть, вот если вы глядитесь, может быть, есть какое-то легкое ощущение диссонанса. Если вот этот полукруг сделан совершенно безукоризненно, то, может быть, в арке там можно увидеть какие-то шероховатости. Ну, посмотрите, приглядитесь. Может быть, кстати, не исключено. В деталях, в каких-то вот вещах, может быть, например, вот это вот окно, вот с этим. Ростик, кстати, нигде так особенно не делал арочное окно, не ставил вот одинаковые два окна, смотрите. Ну, в общем-то, тут по большому счету, по гамбургскому счету, есть к чему придраться. Хотя здание совершенно, конечно, фантастическое. В начале, кстати, по первому варианту проекта этой аркой они не были соединены, эти два здания. Кстати, он хотел львов, которых он поставил по проекту возле здания Синода, да, там должны были стоять львы. Церковь русская православная этого не захотела. Эти львы, в конце концов, переехали на дворцовую набережную. И, кстати, вот, собственно, то, что сделал Росси и то, чего он не сделал, это вот дворцовая набережная от, вот, адмиралтейская, от этого места до здания Зимнего дворца. Он сделал, там, там был сделан, там, где Невский проспект кончался, да, там был вот этот грандиозный спуск к воде. Где, как раз, куда пошли эти два льва, от которых отказалась РПЦ, тогдашняя, вот, русская православная церковь. Эти два льва. И еще сзади должны были стоять фигуры Украины. Да, вот они, да. Вот эта набережная, она потом была перенесена, она продолжала точную перспективу Невского проспекта. Она завершала ее. А потом, когда стали строить мост, передвинули эту набережную, передвинули эту набережную вот в эту сторону. Продолжением Невского стал мост. И, кстати, видели, там же за львами, вот тут вас нету, да, а в первом варианте, который был возле Зимнего дворца, видите, за львами стояли вазы, да, а из этих, эти две вазы переехали в другую сторону и сделали еще вторую набережную. Но самое любопытное, что Россия именно, по сути, вот эту, вот эту линию от Зимнего дворца, линию набережной Невы, он ее сформировал. Ну, вот это вот тут, а вот туда должно было бы идти продолжение, должны были стоять эти вазы. И самое интересное, что вот это вот, я не знаю, как это называть, катастрофа, не катастрофа, понятно то, что так в результате, вот в этот другой, уже последующий период, в общем-то, кстати, в книге 47-го года это называется крушением вообще, это уже пошел регресс, где застроилась вот эта набережная, да, вот Адмиралтейская. Наверное, если бы Росси бы сделал бы всю эту реконструкцию, тут же проходили два канала. Росси через эти каналы ставил арки. Ну, это было все написано в пояснительной записке. Проекта нет, проекта не сохранилось. Потом там стояли три растральные колонны. Арок этих было около 20, там вот это, вот то, что там оказывалось внутри, да, это вообще как-то, что-то он такое там делал. Я не знаю, я просто это прочитал, вот я решил сегодня подготовиться. Назло. Вот это телевидение, видите, вот заставило меня. Вот я делюсь с вами этой информацией. То, что Росси оказывается вот всю вот эту линию, вот на всю глубину над ней работал, и если бы он действительно это все довел бы, возможно бы не было бы этой вот как раз, потому что, конечно, это катастрофа. То, что здание Адмиралтейства закрыто со стороны НИВ этими зданиями, и хоть и здания эти красивые, но вне всякого сомнения был бы жив в то время Николай I, и такого бы никогда не случилось, понимаете. Это уже все, это уже пошла вот эта буржуазная застройка. Прекрасные там здания Мисмахера, очень красивые, но вообще, конечно, делать такого нельзя. И, кстати, самое интересное, что во многих городах мира, там, где города владели таким сокровищем городостроительным, кстати, нигде и никогда этого не делалось. А здесь, в Петербурге, кстати, этот город уже стали уродовать уже где-то, наверное, в 40-е-50-е годы XIX века, например, вместо площади перед Казанским собором вдруг появился сквер. Вообще, ну как можно фасады, такие фасады закрывать деревьями? Ну это действительно смешно, понимаете. Это была одна из самых красивых площадей в мире. Ушел обелиск, появился фонтан, ну чтобы люди отдыхали. Ну Руси так или иначе вот это завершил. Кстати, очень неплохо он сделал все на Елагином дворце, но это все-таки нас здесь не касается. Вот здесь, например, вот этот сквер, его стали делать, убирать эту площадь где-то в 50-е годы XIX века. Это не для трудящихся, это не для рабочих. Это вот решили сделать сквер. Хотя, представляете, какая это была бы площадь? Вот здесь вот стоял обелиск, вместо той церкви, которая стояла раньше, Ринальдинская здесь стояла церковь. И вообще, конечно, сделать сквер в таком месте, это вообще совершенно чудовищно. А не говоря о том, что наши еще православные активисты обнесли его еще забором вообще, что вообще особенно любопытно. Вот, вот. Ну это, да, вот смотрите, как хорошо, в принципе. Ну, понимаете, я не знаю, можете со мной не соглашаться как угодно. Городу нужно дышать, там ему нужны легкие, зелень, там, я не знаю. Флоренция там вообще без деревьев почти стоит, и все хорошо. Ограничьте движение автомобилей. Кстати, заметьте, видите, насколько он провалился сейчас? Уже почти в два раза. Скоро мы его вообще потеряем. Каким образом здесь за это время вырос культурный слой, да? Смотрите, сейчас вот этот цоколь, вот он. Соотношение цоколя и самого здания. Очень жаль, кстати. Очень жаль. Он, кстати, даже вот, если вот вы сравните вот эту картинку и пойдете, вы увидите, что уже здание прямо вот, оно уже теряет в своих пропорциях. Хотя это на самом деле здание, конечно, входит в сокровищницу мировой архитектуры. Оно нарисовано изумительно, так качественно сделанных зданий. разве что, может быть, сравнится только там римские пантеоны, вот эти римские, вот эти вот римские постройки. Потому что, смотрите, каждая колонна, каждая капитель, она же вся вырублена, она же сделана безукоризненно. Это вообще... Ну, кстати, самое интересное, заметьте, помните, все как возмущались, то, что его неудачно пократили, а сейчас ведь уже так обветрился, стало более-менее все. Так что, может быть, все и ничего, кстати. Я вот сегодня как раз рядом там проходил, посмотрел, там светом уже стало лучше, поэтому, конечно, вот этой белесости, как на парижском пантеоне, да, вот, конечно, нету на нем, к сожалению, нет. Да, вот этот обелиск. Вот здесь, видите, сейчас дом книги, который, кстати, на удивление ничего не испортил, хотя это, в общем-то, относится к тому периоду. Этот спуск к воде, кстати, говорят, его не было. За него, помните, сражалась компания, которая хотела пускать пароходики? Вот она хотела здесь сделать спуск к воде. Ну, вот, к сожалению, видите, мы еще его и потеряли, с одной стороны мы потеряли эту очень красивую площадь, сейчас он у нас почему-то растет, культурный слой, там еще, обратите внимание, приезжает какая-то пекарня, стоит какой-то киоск, с той стороны там дальше биотуалет, как раз поближе к алтарю, очень правильно. Вообще, молодцы. Вообще, я, кстати, наши православные активисты, я не знаю, как вообще Господь их терпит. Я вообще не знаю, правда, вот я не знаю. Я, конечно, не понимаю, как Господь вообще вот это все терпит, потому что, ну, как можно, ну, вот здесь сейчас стоит туалет био, понимаете, ну, что это такое-то вообще? А там, с той стороны приезжает какой-то киоск, продает какие-то булочки, при том, что рядом есть буше, или нет, буше, да, буше, да, кондитерская, да, представьте, приезжает киоск, и он, нет, самое главное, он не приезжает, он все время вроде даже стоит там, и ночью. Ну, не знаю, в общем, ладно, давайте про Монферрана. В общем, Руси, как и все зодчие Петербурга, закончил плохо. Он ушел в отставку в 1932 году, проработал всего 12 лет, вот, просил, кстати, денег, писал царю, вот, ему ничего не давали, как обычно. Вообще, этот город очень благодарен своим творцам. Вы же знаете, что автору планировки города отрубили голову вообще, как бы, Петру Юропкину. Это нормально, это еще, кстати, может быть, даже и ничего. А эти, как бы, все сгинули в нищете, Растрейли в нищете, Росси в нищете. Монферран, правда, вот Монферран, он, да, вот он был опытный царедворец. В общем, Монферран, то есть, как раз то самое поколение, потерянное поколение, Франция, да, проигравшая войну, вот, был один шанс погибнуть в каком-нибудь сражении, сейчас никого в шансе нет. Причем, воевал, смотрите, человек, он, кстати, имеет орден, даже, по-моему, за битву по Дорно в Италии, да? Вот, каким-то образом в 16-м году приехал ученик Фонтана и Персье. А, кстати, что-нибудь у вас там есть по Фонтану и Персье? Фонтана и Персье это очень любопытные фигуры. Это теоретики французского ампира, которые вот кроме вот арки на площади карусели ничего не построили, но они фактически это все теоретизировали. Они в основном занимались интерьерами. Вот эти все наполеоновские интерьеры совершенно потрясающие, да? Вот. Они... Вот это, вот это все, да? Это делали Персье и Фонтана. Они были, на самом деле, главными архитекторами французского ампира, но при этом ничего не строили. Вот как ни странно, они были идеологами. Вот на последней стадии уже своего обучения Монферран был учеником их. У них есть график... Ну, кстати, если вам это интересно, можете найти знаменитый графический альбом Персье и Фонтана, где просто элементы декора ампирного, рекомендуемые архитектором для работы над интерьерами. Здесь пока я что-то не вижу, ничего не мелькает. Ну, это, в общем-то, вот такой, видите, вот этот французский ампир. Ну, нет, сажали здесь этот альбом... А найдите вот альбом Фонтана и Персье, да, вот альбом графики. Ну, во всяком случае, полюбопытствуйте, это очень интересный материал. Приехал, привез альбом рисунков, пришел, как ни странно, слушайте, к Бетанкуру. Бетанкур тогда был совершенно грандиозной фигурой. В 1816 году лицо, приближенное к императору, Александру Первому. Александр Первый, конечно, уже вот эти последние годы своего правления был, конечно, такой уже достаточно вялый уже человек. Знаете, и так, в общем-то, он не отличался особо какими-то достоинствами. Очень хорошо про него сказал Пушкин, да, правитель слабый и лукавый, лишив еще голь враг труда, нечаянно пригретой славой над нами властвовал тогда. Ну, тогда как раз появился Аракчеев. Сейчас, правда, нам говорят, что это был очень хороший царедворец, настоящий патриот. Тоже вот недавно, представьте, такое слышал. Придумал военные поселения. Очень хороший, кстати, способ жизни, чтобы солдат в свободное от войны время возделывал землю, а потом, когда начиналась война, шел служить. Слушайте, ну не знаю, ну найдите, во всеми часами поищите Фонтана и Персье. Очень любопытный материал, вот этот графический альбом. Привез этот альбом Бетанкуру, свой, своей графики, да, и как-то что-то, каким-то непонятным образом, вот он понравился этому человеку. Молодой, ему было лет тогда, по-моему, 25. Вот, он пытался, ну, Бетанкуру поставил проще, он сначала направил его рисовать картинку. А вот, кстати, смотрите, вот одна из этих картинок, вот, Персье и Фонтана, вот эта вот, вот такая вот графика. В общем, видите, все это нарисовано графически от руки, да. Ну, это вот такой любопытный очень альбом. Кто его видит, всегда оказывается под его впечатлением. Нет, хотя это что-то уже другое. Хотя, может быть, тоже оттуда. Ну, он, в общем-то, с таким альбомом приехал и отправили на фарфоровый завод заниматься композицией росписи на посуде. Там что-то он не прижился, потом каким-то руководителем какой-то черчежной, какой-то мастерской. Слушайте, и потом вдруг, неожиданно, Александр I обратился к Бетанкуру, что не пора ли нам снова начать заниматься Исаакиевским собором. А Исаакиевским собором занимались, причем был конкурс, незадолго до войны 1812 года был конкурс, в котором участвовали практически все. Участвовал Воронихин, участвовал Стасов. Был конкурс. Я не знаю ничего, я материалов этого конкурса не видел, но в результате в этом конкурсе было очень сложное задание. Александр I поставил непременным условием, чтобы была сохранена часть вот этого Ринальдиевского собора. Он не мог таким образом попрать память своей бабушки. Он должен был там сохраниться. И, в общем-то, началась война 1812 года, все это было отложено, и Бетанкур ничего более умного не придумал. Он взял и предложил Александру I Монферрана. Это, знаете, примерно то же самое, как был конкурс на здании Мариинки, и вроде кто-то победил, был конкурс, а потом раз, и появляются какие-то другие люди. Но только здесь это была удача, там это была катастрофа, а здесь это была удача. И Александр I взял в руки альбом, где Монферран нарисовал все, что он мог нафантазировать по поводу Исаакиевского собора. Он там у него был в готическом стиле, в ренессансе. То есть, он просто, по сути, пленил вот Александра I своей графикой, своим умением. Опять же, ну ученик Пресея Фонтана, слушайте, они это делали виртуозно, они учили. И действительно, каким-то образом, вдруг, Александр I принял решение, ну давайте, пускай вот он и проектирует. Да, вот это вот, кстати, если бы это здание, конечно, Ринальдзевское было построено, конечно, никто бы его сносить бы не стал. Но Бренна, он, видите, колокольную довел только до сих пор, а здесь сделал один купол. Сделал чудовищное изуверство, а вот это все надо было каким-то образом сохранить, и ни у кого это не получалось. Монферран, как выяснилось, обманул на самом деле всех. Он это вроде как сохранил на самом деле по проекту, но потом выяснилось, что сохранить это невозможно. Так получилось. В общем, царя обманули, в общем, ну, называется, как сейчас говорят, развели. Но любопытно, что после всех этих конкурсов при существовании таких грандиозных, сильных фигур вообще в архитуре Петербурга, как Акстасов, там, Росси, да вот это Бренна, да. Вообще дикое, конечно, сооружение, вообще чудовищное. Так если задуматься вообще, ну, не знаю. Ну, спроектировал. А найдите план Исаакиевского собора, да? Вот, спроектировал, царь посмотрел, взял, утвердил два варианта, кстати, что очень сильно развязало руки Монферрану. Вот здесь, смотрите, вот этот вот, это значит у нас, ну, смотрите, вот у него вот этот храм, вот старый, оказывается, где-то вот здесь. Очень сложно было, то есть там дальше начались вообще невероятные тернии, потому что на Монферрану ополчились все, при том, что вот эти колонны уже стояли, уже фактически был сделан фундамент, причем фундамент сделан там какой-то совершенно невероятный, там вбитые сваи, и для того, чтобы нужно было сохранить ринальдзиевский фундамент, там вот вбитые сваи, вбитые сваи, вот этот вот алтарь, он где-то вот здесь вот должен был быть, он выступает, в Ринальдзиевском соборе он выступает, вот, купол, он должен как-то вот так вот был сесть, в общем, я сегодня как раз смотрел эти планы, я вам честно скажу, я архитектор образования, я ничего не понял, в общем, как они разбирались, я вообще не понимаю, но это действительно что-то было невероятное, в общем-то, царя обманули, на самом деле, вещи своими именами, и стало это понятно где-то в 1824 году, при том, что колонны уже стояли, проект был утвержден, был утвержден, и тут действительно какой-то там француз, противник, причем серьезный неприятный ростин, написал какую-то записку в комиссию, что в общем-то, Монферран, он вообще обманщик, всех он обманул, и вообще ничего этого не будет, ничего не получится, и купол этот не сможет лечь вот на эти пилоны, да, при этом стройку курировал с самого начала Бетонкур, кстати, любопытно, да, вообще тоже непонятно, и вообще, кстати, вот эта дружба Бетонкура с Монферраном, это такой большой вопрос, вы знаете, такой, причем я бы даже его, может быть, назвал бы, ну, не знаю, интересно, то, что они оба были масоны, это понятно, скорее всего, может быть, какая-то масонская ложа, он приехал с рекомендательным письмом Бреге, Бреге, да, это, наверное, тот Бреге, который часы Брегет, или нет, не знаю, другой, да, ну, письмо Бреге, он приехал к Бетонкуру, Бетонкур тогда был, можно сказать, главным инженером всей Руси, да, всей России, практически решал все вопросы, фигура приближенная, приближенная к императору, да, вот так вот это уже был сделан фундамент, и стояли колонны, фундамент был сделан из огромных гранитных блоков, которые лежали на сваях, вбитых сплошняком, то есть это здание, на самом деле, стоит не на ленточном фундаменте, оно стоит на гранитной такой вот пластине, вот она вот где-то вот высотой, там где-то вот она 700, и просто вот этот сплоченный гранит, который лежит на сваях, запас, конечно, совершенно фантастический, зачем он был нужен, что ли, а? Ладно, слушайте, ну в общем, так или иначе, были страшные неприятности, собралась эта комиссия, где были практически все, и Росси, и Стасов, Михайлов II, больше всех мешал Михайлов II, Михайлов II, кстати, неплохой архитектор, здание на Невском особнях, где на Ида Юсуповой, театральное общество, и очень неплохая церковь, которая, и Святой Екатериной на Васильевском острове, очень неплохая, со скульптурой наверху, хороший архитектор, но тогда он действительно, конечно, повел себя очень некрасиво, при том, что все остальные как-то лицо сохранили, да, вот это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, хорошее здание, непосредственно украсило Невский проспект, не всяких сомнений, вот, ну, и при этом, стройка была остановлена, был объявлен еще один конкурс, кстати, вот уже в этой стадии, и как-то так получилось, что вот опять взял он каким-то образом, вот он уцелел, он вылез из этого всего, пока рассматривались остальные проекты, 25 дней, он взял, успел сделать, поскольку он владел всей информацией, он взял, сделал какой-то свой проект, где он взял все самое лучшее из тех, которые были, и исправил, да, вот этот вот купол строил Михайлов II, а это колокольник Болотов, кстати, хороший, в принципе, он мог председавать на что-то, кстати, точно так же, как Стасов, тоже строил, красивый, красивый, хороший купол, такой я бы даже сказал, я вначале почему-то думал, кстати, кое-где написана, тут же вот скульптура, кое-где написано, что это Кваренги, в некоторых книгах, почему-то, не знаю, странно, такая странная библиография, ну, в общем, достроил, он достроил Исаакиевский, сделал это, конечно, великолепно, все силы вообще русской архитектурной школы, художественной школы там были собраны, купол металлический, за это время, конечно, это было своего рода такая, полигон для исследования новых конструктивных решений, вот, все получилось, ну, и опять же, в процессе строительства была построена Александринская колонна, сейчас, сейчас оспаривается, то, что она была построена, да, это многие сейчас говорят, и пишут, что это была стартовая площадка для ракет, которыми инопланетяне улетали с планеты Земля, в общем, очень мило, очень смело, но, тем не менее, сделал он это без, все, что сделал Монферран в городе, кстати, еще построил вот этот вот треугольный дом, который, опять же, совсем недавно изгадили, прилепили к нему мансарду, да, вообще, как им это удается, совершенно не понимаю, я не могу себе представить, это вообще что-то невообразимое, а много осталось здесь, нет, а мы должны сейчас, видите, в общем, видите, как всегда, да, ну и, давайте я дальше скажу в двух словах, ну, в общем-то, наверное, Исаакиевский собор, это было последнее сооружение, действительно, уже так называемого, вот этого большого стиля, да, дальше все-таки стала наступать другая эпоха, потому что все-таки после восстания декабристов, со страной стали происходить любопытные вещи, и вот этот вот русский классицизм, ампир, в общем-то, вылился в такой казарменный стиль, опять же, триада графа Уварова, православие, самодержавие, народность, появилась вот эта вот православная архитектура, которая отнюдь не принесла пользы ни Петербургу, ни Москве, при том, что начиналась она вполне аккуратно, знаете, как-то так аккуратно, но потом дальше, вот видите, вот это все пошло и стало таким, каким оно стало, кто только не издевался над этим казарменным стилем, почтение не вызывает, вот, кстати, по большому счету, у таких, может быть, испорченных интеллектуалов, ни то и ни другое, понимаете, потому что это, как говорится, тут против этого не скажешь ничего, а там, ну смотришь, ну, понимаете, русская архитектура была лучше, понимаете, я не знаю, то, что было во Владимире Суздале, было хорошо, и, в общем, все пришло к своему такому какому-то странному, такому, но, правда, при этом к концу вот этой Николаевской эпохи город подошел к эклектике, что, собственно, уже обогатило его с другой стороны, вот, кстати, мы будем говорить об этом в следующий раз, но, пожалуй, вот все, ансамбли в городе закончились, все, уже, так вот, уже все, уже такой вот этот глобальный подход к архитектуре закончился, и дальше уже стало, уже, может быть, тоталитарные проявления при Сталине, да, уже стали случаться, там что-то стало строиться, но мы вот в следующий раз мы говорим с вами, вот начиная от спасанной крови и движемся к башне Газпрома, причем, кстати, я сейчас с удовольствием отвечу, если у меня есть какое-то время на какие-то вопросы. Спасибо обо мне, Геннадий Антонович. А что, а где вопросы? Возьмите, господа, есть ли вопросы у вас, какие-то, может быть, спорные моменты, которые Геннадий Антонович? Нет, я от людей не претендую на... А скажите, пожалуйста, почему вы относите исаакийский собор к православному... Нет, а я исаакийский собор к православному... Нет, у нас написано там же как, вот ампира. Ампира дворцовой площади к православному стилю серьезно? Ну не знаю, может быть, где-то просто кто-то... Потому что у нас название, что мы идем как бы от русского ампира к казарменному и православному стилю. И в общем-то архитура к этому пришла, да. И Россия к этому пришла, и, наверное, это был глубочайший кризис, действительно, то, что произошло с Россией в 50-е годы. Но потом она уже стала после этого как-то из этого кризиса выходить. Город, кстати, может быть, благодаря этому как раз и получил вот это свое тело города, где сейчас и живет человек, и парадные ансамбли дополнились уже какими-то зданиями. Кстати, Невский проспект обогатился за последующий период. Но мы об этом как раз и будем говорить. Кстати, к следующему вот как бы готовьтесь, потому что, в общем-то, действительно, мы будем говорить обо всем там, о новой сцене Мариинки. Нам здесь подоездили? А когда? Следующая лекция у нас будет в мае, в 20-м чьих-то там Афиша есть, приходит. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо. Все, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok